Девушки отдыхают Опущен вниз Победил ли капитализм навсегда или у коммунизма все еще есть будущее? Насущный вопрос состоит в том, что можно ли реформировать капитализм после того, как его соперник оказался неспособным к реформированию? И второй вопрос, принимая во внимание тот факт, что мы живем в процессе развития во всех промышленных обществах, где машинам требуется все меньше и меньше людей для производства и все больше и большего количества продукции, как можно избежать такой ситуации без вреда или разрушения этой системы? Я считаю, что следующей решающей задачей будет политическое приручение этой невероятно динамичной экономической системы. К коммунизму старого типа не вернется, но концепция британской парламентской системы распространится по всему миру, так как социально-экономические конфликты становятся слишком жестокими и слишком грубыми. Коммунизм — это просто видение, не идея, но также и цель, ведущая к тому, чтобы люди не были вечно подвержены диким законам конкуренции. Коммунистическая система в том виде, как она шаг за шагом поделась в России, дискредитировала себя, у нее нет будущего. Уроки истории были жестокими. Я думаю, что никто не будет настаивать на тех положениях и тех иллюзиях. Я не вижу никакого будущего для коммунизма как идеологии, которая может представлять основу для общественных и политически значимых движений, особенно в Европе. Но идея равенства людей навсегда останется у нас в душе. Идея равенства была поразнена не коммунистами, а французской революцией, которая произошла 200 лет назад. Идея равенства всегда будет занимать людей. Но если из-за этого они посчитают себя коммунистами, то это совершенно другой вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует...